В кабинете у первого заместителя главы города, руководители управляющей компанией «Коммунальщик» и руководители специалисты ООО «Теплоэнерго», а также журналисты местных СМИ, пожелавшие из первых уст узнать, что же произошло в системе оплаты за тепло. Почему теперь жильцам домов старого жилого фонда, где живут преимущественно старики, платить за тепло надо не за 6, а за 7 месяцев, с 1 октября по 1 мая. Вы согласны с тем, что вы не топили с 1 по 15? С 1 по 15, естественно, не топили. А почему вы решили, что вы примете за эти деньги от граждан? Смотрите, расчеты нормативов и отопительного периода. Первое, это устанавливает региональная энергетическая комиссия. Расчеты я не думаю, что мне надо сейчас, скажем, пояснять. Вопрос следующий, я просто как пример могу сказать о том, что в некоторых регионах, наверное, даже в нашем регионе, в недавнем прошлом были установлены нормативы, связанные с годовым. То есть весь год люди платили одинаковыми долями. Это где такое было установлено? Ну, по крайней мере, в Москве. Было когда-то давно, было у нас на 12 месяцев. Вот, соответственно, потом регион пересмотрел и принял решение о том, что отопительный период будет 6 месяцев. Сейчас он пересмотрел и отопительный период принял 7 месяцев. Хорошо. Вы об этом где-то заранее информацию давали? Эта информация находится на всех сайтах того же РЭК и предоставлено всем управляющим компаниям. В газете публиковали. Когда? В прошлом году, в конце года, публикация с тарифами и внизу была замечательная. Замечательно, то, что вы публиковали в прошлом году, а вот то, что сейчас для жителей увеличится, стоимость, вы публиковали где-то? Стоимость увеличится. Ну а как? Стоимость не увеличилась. Норматив изменился. Норматив изменился. Если раньше жители платили за 6 месяцев в году за отопление, то сейчас за 7. А почему? Не поставив людей в известность, не исполнив главной своей обязанности установить счетчики учета в жилых домах, руководитель принял решение, не согласовав его с администрацией. Хотя теплоэнерго – муниципальное предприятие. Поэтому первый заместитель главы города Анжелика Бузунова озвучила позицию главы города и потребовала. Сейчас озвучу позицию главы нашего города. Значит, у нас в городе ведется такая политика администрации муниципального образования, что все должно быть направлено для удобства проживания граждан. Вопросов по завышенному начислению за тепловую энергию у нас еще пока не поднималось никогда. Это вообще впервые такое. Я вижу здесь во многом ошибку именно нашего предприятия тепловых сетей. В том, что до настоящего времени в соответствии с законодательством не установлены приборы учета, те, которые должны были установлены быть. И в этих домах, где они не установлены, вы рассчитали тепловую энергию по нормативе. Значит, Александр Александрович, я вам настоятельно рекомендую все это исправить для удобства наших граждан пересмотреть все начисления, которые сделаны. Валерий Иванович, значит, граждане у нас не должны страдать и платить за недоработки предприятия тепловых сетей, управляющих компаний, что вы между собой не можете найти общего языка, что кто-то получает зарплату, а не отрабатывает ее, если говорить нормальным человеческим языком. Вы должны работать, вы за это все получаете заработную плату. Поэтому ходите уговаривайте, я не знаю, упрашивайте этих граждан, собирайте собрание. А так друг другу письма понаписали и управились. Все, закончилось на этом. Все сделали свою работу. Понасчитали по нормативу. Полмесяца люди тепла вообще не получали было тепло. А зачем? Зачем мы будем работать? Мы возьмем сейчас за 7 месяцев. Не нужно перекладывать свою ответственность на жителей города. Не нужно этого делать. Завтра утром в этом же кабинете, в том же составе, руководители теплоэнерго должны будут доложить, как они собираются произвести перерасчет оплаты за тепло и снять эту напряженность среди населения.